Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год — это послание к евреям. 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере будут приводить к большим переменам. Итак, смотрите. Наша недельная глава Торы называется «Ноах». Это вторая недельная глава с начала ежегодного чтения. И находится она в книге «Борис Шист» или «Бытие». И названа, конечно, по первому значимому слову именно имя человека Ной. Содержит стихи с 6 главы 9 стих и по 11 главу 32 стих. И вы знаете, в последние годы становятся популярны фильмы про разные катастрофы. Знаете, техногенные катастрофы, конец света, зомби-апокалипсисы. Мы можем смотреть и видеть там гигантская волна. И люди смотрят на это. Люди смотрят, как цунами уничтожает инфраструктуру больших городов. И главный герой спасается на вертолете. Мы можем смотреть другие какие-то там фильмы, где толпы зомби ходят по пустыням. И главный герой из какой-то крепости спасает все человечество. И людям нравится почему-то смотреть на вот такие вещи. И мне кажется, людям нравится смотреть, но присутствовать при этом не каждый хочет. Итак, смотрите. И если мы посмотрим, этот ажиотаж конца света, он у нас постоянно. Вспомните 2000 год. Сейчас будет 2000, 3000, самолеты начнут падать, электростанции начнут. Атомный период, этот начнется апокалипсис, люди строят какие-то подземные бункеры, люди уходят в горы, люди сопасаются продуктами. То есть живо и действенно как-то вот такое. А вспомните про маю, да? Помните, что 2012 год, завершается жизненный цикл, и наступает Баактун. Полный Баактун. Ну Баактун, это буквально земля сгорает, чтобы переродиться вновь. То есть люди боятся, и люди начинают что-то искать, люди начинают суетиться. И даже я вам хочу сказать, что вот мусульмане, например, они тоже верят в то, что будет конец света. Они называют его Киямат. Раздастся двух труб, двух сур, и придет в Машиях, у них тоже есть в Машиях, и он будет судить весь мир, и он будет рассказывать людям, мертвые воскреснут. Но это все преамбула. Я все это рассказываю к тому, что Писание очень четко говорит, да? Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Эта глава говорит о Ное. Эта глава говорит о той гигантской катастрофе, которая уже произошла тогда. И люди до сих пор живут памятью о том, что было. Потому что предыдущий мир, который погряз в грехе, который развратился, он был уничтожен. И Бог избрал одного человека, и благодаря ему сохранилось человечество. Восемь душ вошло в Копчег, да? И после потопа остались живы. О чем мы сегодня, я хочу просто остановить. Ну, как бы, я могу рассказывать много чего интересного. Можно рассказать о строительстве Копчега, об устройстве. Знаете, сколько Копчег строился, да? 120 лет. Ну, так, ученые-библеисты, они пришли к такому мнению. Копчег строился 120 лет. Я согласен с вами, я вот точно с вами. Я согласен, что 119 лет. Нормально. Но я знаю, что он строился так долго, что люди не могли этого не заметить. Итак, к чему я хочу? Мы можем рассказать о том, как, ну, о разных хороших вещах. О том, как вышел Ной, как он произнес, как Бог заключил завет. Но я хотел бы сегодня обратить внимание на некоторые, ну, на такой очень важный аспект. Люди боятся конца света. Люди боятся неизвестности, что будет происходить потом. Они не уверены, да? Они не знают, что будет потом. И вот смотрите, что же было в те дни? И вот я читал, когда разбирал эту главу, я вдруг почему-то в Новом Завете встретил очень интересное место Писания. Ученики спрашивают Иешуа, когда ты вернешься? Они спрашивают Машеях Израиля, вот ты сейчас здесь, а вот потом ты придешь, когда это произойдет? И он отвечает, Лука 17, глава 26, 30 стих. И как было во дни Ноя, так и будет во дни сына человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег. И пришел потоп и погубил всех. Так же было и во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, когда Лот вышел из Содома, пролился с неба огненный дождь и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда сын человеческий явится. Посмотрите, Иешуа не говорит, что, ой, вы знаете, там начнется какое-то очень страшное что-то там, развращение. Он просто говорит, люди жили обычной жизнью. Они жили себе, ни на что не обращали внимания, жили себе, все вот так было, все нормально. И потом, и уже некуда выйти. Иной сумасшедший строящий ковчег в пустыне. Но когда это произошло, он был в ковчеге, а они были снаружи. Мы сейчас живем в интересном мире. Люди боятся конца света. Люди боятся неизвестности, что ждет впереди. Но вопрос к вам. Знаете ли вы, что ожидает вас, когда миропорядок привычный нам изменится? Это очень интересная голова заставляет задуматься о нас. А вообще, кто мы такие? Где мы находимся? Куда мы идем? Что мы делаем в жизни? Кто был такой Ной? Ной был праведный человек в своем поколении. И если мы посмотрим потом, в Буду, уже когда прошел потоп, то не все его поступки можно назвать такими, знаете, вот именно поступки святого человека. Но Бог избрал этого человека. Почему? И этот год называется, в нашей общине он звучит так, год ожидания и веры. Я почему сказал, что 120 лет ковчег строился? Я знаю, что можно поспорить. Кто-то скажет больше, кто-то скажет меньше, кто-то скажет, вообще он сам появился ковчег. Я не буду спорить. Но самое интересное, что это все время ему надо было ждать. Ной, услышав Бога, делал то, что сказал Бог и ждал. Он не знал, Бог не сказал, вот ты сейчас пройдет время там 10 лет и будет потоп. Так не было. Он говорит, строй. И Ной начал строить. Делай. И Ной начал делать. Вы понимаете саму идею? Люди вокруг смотрели на него, как на сумасшедшего. Ну представьте, не было дождя, он говорит, будет дождь. Они говорят, какой дождь? Что ты придумал, дорогой Ной? Ноах, кроткий и смиренный. Его имя так переводится. Мягкий. Мягкий Ной, что ты придумал? Ты с ума сошел? Какой дождь? Какой корабль в пустыне? Что ты делаешь? Но Ной, слушаясь Господа, делал все. И заметьте, очень интересный момент. Тут не написано, что приходили караваны с дровами. Он бегал по всей земле и вылавливал скотов. Ну там разных, чистый скот, не чистый, как ему повелел Господь. Мы видим процесс, что он делал. И в конечном итоге он этих животных вводит в этот ковчег. И знаете, я понял очень интересный момент. Когда мы делаем то, что говорит нам Бог, Он заботится обо всем сам. Недавно у нас была поездка, и мы ездили общиной, прославлением, студенты института МГБА, Мессианского, Еврейского, Библейского института, в поездку. Мы ездили в поездку, и один из братьев, который служил своей машиной, он приехал очень поздно, в 2 часа ночи, а в 5 ему надо быть на работе. Но он послужил, он посвятил себя, он услышал Бога, он начал что-то делать. В конечном итоге приехал на работу, он продал все, что у него было. У него остались голые стены. Кто верен? Бог? Бог верен. Он говорит, дело мое дело, а об остальном все, я позабочусь. Если мы посмотрим на Ноя, то Бог заботился обо всем. Его вера, ожидание, выраженное в действии, в его вере, она имела какой-то материальный такой. И многие говорят, зачем мне служить Богу? Все равно все сгорит. Главное себя спасти, душу свою спасти. А Ишуа говорит немножко по-другому. Он говорит, идите по всему миру, да, и проповедуйте сие Евангелие. Проповедуйте Богу и весь о спасении всем народам. Делайте себе учеников, погружайте их в реальность. Отца, Сына, Святого Духа. Делайте учеников, приобщайте их к Царству Божьему. Вводите их в ковчег спасения. Потому что, когда я приду, двери будут закрыты. Потому что именно я дверь, Господь говорит. Я дверь, и входящий через меня, да, Он обретет спасение. Понимаете, как интересная, какая аналогия? Времена, ну как бы, те деяния далеких дней. Времена Ишуа и сегодня. Люди боятся апокалипсиса. Но люди интересуются им. Эти кассовые сборы, миллиарды долларов, которые вбухиваются в эти всякие фильмы. Ну спроси у этого же режиссера. А когда вот наступит то, что ты снял? Что ты будешь делать? Боишься ли ты? Куда ты пойдешь? Я думаю, что у него ответа нет. Я думаю, он думает, выкопает большой глубокий колодец, там спрячется с продуктами. Понимаете? Ну, Ишуа говорит очень просто. Он говорит, что как было в те дни, так и будет сегодня. И вот сегодня, смотрите, что происходило тогда. Что меня в ное понравилось или не поразило, а, наверное, вдохновило. Его вера. Он поверил Богу. Он поверил и начал делать то, что говорит Бог. И мы не видим его какие-то вот это, ой, я не знаю, Боже. Или я знаю. Он делал то, что говорил Господь. Очень часто в нашей жизни сегодня мы, находясь в этом ковчеге, забываем тех людей, которые находятся вне. Все нормально. Мы спасены. Ну, спасены. Вы не спасены? Я знаю, что каждый, кто сидит здесь, он спасен, потому что он верует в Ишуа, который является мессией Израиля. Ваши имена писаны в книгу жизни. Это правда. Это истина. Но еще есть у нас великие поручения. У нас есть еще то, что Бог говорит. Строй мой ковчег. Строй мое царство. И, во-первых, Иудею, потом Елену. Понимаете, о чем я веду? К чему я веду речь? У нас есть очень много еще. Мы не знаем, сколько будет времени. Осталось. Но Бог говорит, делайте мое дело. И если мы его не делаем, простите меня, тогда возникает у Бога большой вопрос. Слышим мы ли его? Потому что очень часто мы его слышим тогда, когда нам нужно. Знаете, мы приходим в святой из святых со списком. Бог, ты должен мне вот это, вот это и вот это. А если вот этого не будет, я вообще больше приходить не буду. А он говорит, нет, дорогой мой. Ты хочешь остаться живым? Строй ковчег. Хочешь остаться живых? Собирай людей в этот ковчег. Хочешь увидеть меня в славе? Исполняй мою волю. И не ожидай. И жди, жди, когда это исполнится. Делай и жди. И у нас есть местописание. Я уже буду подходить к завершению. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера же есть. То есть вера, она есть, ее не может не быть. И она есть осуществление ожидаемого. Осуществляем. Мы иногда думаем, Бог осуществляет. Мы сели себе, ноги за ногу закинули. Так, ковчег строится. Молодец Господь. Так, животные пришли. Аллилуйя. Нет, мы строим ковчег, а он дает дерево, он дает животных, он дает помощников, он дает силы, он укрепляет, он вдохновляет, он дает одержать победу там, где мы терпели поражение. Понимаете саму? Вот это есть вера в действии. Вера действующая. И уверенность в невидимом. Скажите, Бога кто-нибудь видел когда-нибудь? Написано, что Бога никто никогда не видел. Мы должны быть уверены в нем. Когда мы делаем для него, мы уверены в нем, что он, все, что он сказал, он исполнит. И вот Ной, он являет яркий пример. Он услышал Бога, и он начал делать. И он был уверен в нем. И Бог подтвердил тем, что весь мир, он утонул. А Ной остался в живых. Весь мир, который смеялся, который просто презирал этого непонятного мягкого человека, вопил и кричал. Где же ты, Бог, добрый Бог? А Ной, наверное, плакал и понимал, что он сколько раз предлагал им войти в этот копчег. Поэтому я, вот просто такая, знаете, читая Тору, читая недельные главы, смотрите в перспективе не просто исторических событий, библейских событий, смотрите в призме сегодняшнего дня. Что бы я делал на месте Ноя? Кто я сегодня? Для чего Бог мне говорит через свое слово вот именно вот это? И если я сегодня увидел себя, что я немножко в другом положении, у нас есть всегда возможность покаяния, вернуться и начать делать его дело. Поэтому пусть Господь даст нам вот это вдохновение Ноям, что Он делал, и мы будем делать то, что делал Он. Отец, во имя Ишуа, мы просим Тебя, чтобы Ты делал нас не просто слушателями слова, но делателями Твоих дел. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты, Господь, брал вот эти образы, Ты брал прекрасных библейских героев и показывал, что мы должны сделать сегодня для Тебя, чтобы Царство Твое распространялось, чтобы люди входили в копчег спасения, чтобы люди не погибли, но жили, потому что Ты отдал самое драгоценное. Ишуа. Амин. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве не являются исключением. Для нас следующий год это послание к евреям. 11 глава, первый стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере, они будут приводить к большим переменам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова